а сейчас друзья давайте приготовим вкуснейший перечный соус сегодня этот соус приготовлю не классически я туда буду добавлять грибы вот лесные сушеные грибы ориентировочно 30 грамм первым делом мы должны залить крутым кипятком для того чтобы они стали мягче много не надо этого достаточно и все что нам не нужно опустилась вниз закрываем крышечкой в сторонку на ближайшие 10-15 минут многие готовят такие сушеные грибы и заливают их кипятком на два на три часа ребята ни в коем случае этого делать не нужно они полностью у вас практически сварится в этом кипятке отдадут весь вкус и аромат 10-15 минут вполне достаточно если тем более вы еще собираетесь продолжать термическую обработку следующий момент грим сотейник вот главный ингредиент и главный вкус это перцы 4 разновидности перцев белый красный черный зеленый опускаем сотейник горячий хорошенько прогреваем прогревайте до того момента как вы почувствуете запах перца хорошо выразительный запах перца затем нам понадобится с вами крепкий алкоголь это может быть виски это может быть бренди коньяк это виски ирландские виски мои любимые затем нам понадобится с вами хороший портвень креплены это может быть модера у меня модера можете использовать хорошие красное вено запах пошел у меня здесь три полных столовых ложки модера 80 миллилитров 80 грамм стопочка крепкий алкоголь тоже такая же стопочка направляем все это дело увариваем да это называется фламбирование сейчас испаряется крепкий спирт и остается только вкус следующий очень важный ингредиент соус жу если вы не смотрели наше видео как мы его делаем пожалуйста посмотрите это основа основ всех ваших будущих соусов кстати по поводу фламбирования ребята не нужно делать этих трюков я профессиональный повар поэтому я все это умею делать в вашем случае потренируйтесь на маленьких порциях никого не пугайте или не делать и вовсе да в среднем 150 170 миллилитров почти полный стакан я в этом все это вам показывать для того чтобы вы видели как это должно было бы быть в классике да ну конечно не обязательно это все повторять так хорошо все это мы дело с вами увариваем солим в последний момент наши грибочки какой запах позже до жидкость можно использовать также но ее надо профильтровать потому что там песок этот соус это просто фантастика это просто фантастика обязательно найдите все ингредиенты сделайте жу и повторите вот видите песок конечно я уже не буду влавливать все остальное иначе соус будет скрипеть на зубах сейчас я уберу с огня так чтобы немножко приспокоился огонь и добавляем сливки жирные сливки не менее тридцати трех процентов но посмотрели ребята вот видите как она уварилась однородная структура очень нежный невероятный аромат сейчас я попробую чуть-чуть солим чуть-чуть ну давай я тебе дам попробовать нет я уже подумал ну я его обожаю очень вкусно очень вкусный многогранный как музыка такой большой большой аккорд с большого количества нот ребята если вы приготовите такой соус своим гостям они просто языки проглотят вечно вечно это лучший соус для стейков лучше теперь давайте подготовим гарнир мы готовим полностью все ингредиенты и потом одним махом нагрели все это дело подведем перчик соль немножко черного перца сухое белое вино это у меня уксус бальзамический белый очень выразительный вы же знаете наверняка знаете красный вот темный бальзамический уксус вот это вот светлый он тоже такой сладковатый не сильно выразительный уксусный вкус я его люблю очень использовать с овощами но если нет используйте обычный винный или же яблочный буквально чайная ложечка оливковое масло чайная ложечка много не надо все отдельно картофель кстати овощи я все помыл очень тщательно рекомендую вам делать то же самое та же самая история черный перчик соль оливковое масло кабачки такая же история по старой схеме перчик соль оливковое масло так лучок обычный репчатый лук тоже такими крупными пятаками в общем то достаточно наш лучок наберет соков и вкусов в тот момент когда мы с вами будем жарить мясо овощи вы же помните видео как мы готовим на планче у нас с вами получится приблизительно та же самая история все продукты обменяются своими вкусами это будет просто бомбически вот ребята масло которое у нас оставилось от трав эти какой она красивая ароматная невероятно таки да таки плавают хорошо пришел час истины немножко оливкового масла наша планча домашних условиях да это конечно вещь то просто просто невероятная погнали начинаем с картошечки все вот это видите все отсюда сутки не невероятная большая сковорода единственный минус что на огне у нас по ним получается вот что температура равномерно по всей плоскости здесь же у нас с вами горелка здесь и здесь получается что все таки очаг огня посередине поэтому надо постоянно с этим делом работать как бы переставлять играть шахмат стеки я буду жарить самый последний момент ну все процесс займет у нас среднюю минут двадцать не меньше потому что овощей много все таки у нас огонь не открыты сейчас буду играть в шахматы вы увидите уже готовый результат немножко венца так наши овощи готовы я сразу сделал видите большое количество овощей для ну скажем так четырех пяти человек что я предлагаю вам делать овощи кладем отдельно и по мере сервировки вы будете подогревать картошечка до мамами пришло время для стейков грибай перчик не жалеем морская соль этот стейк у нас с вами будет по старинной классической форме так как делали его ковбои соли перец больше ничего грибайчик грибайчик наш французский стейк он у нас перченый маринованный осталось его только посолить стейк мы его свами будем делать по пальцовке, как я вам показывал. Я люблю стейки миним-ре. То есть, вот так вот. Вот так он должен будет выглядеть. Поменяю местами. Здесь немножко жароблочный. Вот так вот. Когда жарите рибай, помните, он очень жирный по краям. Поэтому уделяйте особое внимание вот этим местам. Бокам? Да, бокам. Такое снятина. Так, это будет одна порция. Ты делаешь то, что я обещал? Да. Все, видите, готов. Убираем. 43. То есть, у нас еще сыровато. Полежит еще. Этот готов. Отлично. Даем ему полежать. Конечно, видите, вот этот жирок. Можно было бы его поджарить еще больше, но потеряем сочности. Лучше жирок выкинем. Потрогнем его на плотность. Так, на плотность. У нас он получается уже почти готов. Все. Я бы его уже снимал. Все, готово. Все, выключаем. Даем стейкам немножечко отдохнуть. Красота, красота. Наша маслечка. Все, стейк отдыхает. Сейчас будем дегустировать, ребята. Ну вот, идеальный медиум ре. Вот такая красота. Нежный. Поскольку под ним соком. Сочный, да. То есть, получается, что медиум ре, он не настолько кровавый, но в то же время невероятно сочный. Как мед. Это ваше любимое медиум ре. Это у нас французский стиль. Давай, попробуй, Анка. М-м-м. Невероятно. Вкуснение, обалдение. Нежная, нежная. Аллилуйя. М-м-м. Деревнули жилочки нет. М-м-м. Сейчас будем сервировать тарелочку со стейком, который приготовлен классика. Соль, перец и больше ничего. М-м-м. Ну, друзья, как вам? Пришли бы вы ко мне в ресторан? Давайте пробовать. Один мы уже с вами попробовали с французским маринадом. Это классика. Я, честно говоря, очень люблю классику, потому что мясо ничем не предобрено. Оно такое, какое оно должно быть. Учитывая, что у нас невероятно богатейший соус, в принципе, этого и достаточно. Больше ничего не нужно. Давайте посмотрим. Вот, смотрите. Прямо берете эти сухие травы и усиливаем вкус нашего соуса. Вот сюда. Вот туда, да, нещадно. Безжалостно. Ну, смотрим. Вот так вот. Ну, как вам? Охренеть. Такой рамочке, как картина. Да, да. Вот эта прожарка называется медиум ре. Не прибавить, не отнять. Ну, сейчас попробуем. С этими овощами грилованные, с помидоркой, это просто песня, ребятки. Просто песня. Просто песня. Соусик. Грибочки. Грибочки. Мы его потеряли. Ребята, безжалостно вкусно. Ох. Ох. Друзья, на этом все. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то новое, чему-то научились. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова